здравствуйте вот у нас сегодня передачка называется мир будущее мы вас познакомим с одним из тех с кем вам в будущем жить это вот люди которые еще готовятся вступить в большую жизнь студенты мои вот я выбираю обычно лучших сюда лучшие из лучших да вот должны вам понравиться да вот так вот но вы всегда радуетесь когда он какой-нибудь ляп делает да мой гость а вот у меня вот последнее время сколько я записываю никаких ляпов они все очень умные и передовые вот алла алла сергеевна вот алла сергеевна ващанова вот мне очень нравится это имя алла я поэтому без отчества обычно по отчеству объясняюсь здравствуйте да иван иванович я вам поставлю 2 до типа тут вот али сергеевне 2 не приходится ставить поэтому я его как-то по отчеству не очень помню здрасте вот хочу вас познакомить вашу нашу публику с вами да ну вот так вот кто вы что вы чем живете ну я пчутся с фильмов начинаю какой кино больше вам нравится я люблю все жанры наверное да но какие фильмы приходит мне нравится фантастика исторические романтика естественно драма последний фильм который я посмотрела это был фильм под названием под ветвями боярышника это фильм это китайский фильм сейчас я точно не вспомнил любите китайское кино да я увлекаюсь китайской корейской в основном наверное фильмы ты смотрите ну вообще-то нет всегда по-разному то есть вот наш обычный прокатный репертуар кинотеатра это о нем с вами не поговорить да ну я вас как спросил про фильм кинку духа сеть я все еще не посмотрела его смотрели да это вот по-моему один из последних и для такой для него немножко немножко необычный для кима кутука фильм то вот вот такие вот дела замечательно замечательно так ну а что скажете нам про литературу что читать читаете что-нибудь ну обычно мой режиссер спрашивает как вы проводите свободное время сколько у вас свободного времени в сутках да обычно я спрашиваю сейчас у меня нет свободного времени в принципе но только на выходных наверное я все свободное время провожу за рисование мне очень нравится рисовать да вот вы же вы же хорошо рисуете да наверное вот так а что читаете ничего не читаете сейчас ну я читаю в основном литературу которую задают потому что понятно музей ходите в школу художник в душе а говорят художники любят картины смотреть да ну я последний раз была в третяковской галерее давно этим летом а в этом году сколько раз были музеи еще не было в музее нет вот в этом году этим летом вы были в третяковке да да ну а раньше еще до этого в этом году вы были музей летом были в третяковке а весной где-нибудь были в конце зимы нет ну очень редко ходите музей да да музей не ходите библиотека не записан про фокуса так говорили помните не помните режиссер с нами не разговаривает он обиделся на что-то он сейчас разыгрывает обиду ну пожалуйста поговорите с нами вот так а что с фильмами то я не очень уловил корейские и китайские которых мы с вами не очень разбираемся я смотрю вообще все что показывает по телевизору нет я не вообще телевизор я не смотрю так а что смотрите youtube нет и youtube я редко смотрю ну я в основном ищу сама что мне нравится например что он понравился вот корейские китайские сериалы да да в основном но мне нравится американские фильмы что например это нам проще сориентироваться до такие моменты все вылетает из головы просто там был что-нибудь такое знаковое последнего времени что смотрят все обсуждают матильда например смотрели позже упаси там же 18 плюс наверно а вам что нет нет стена так молодая на вы такие темы задаете а вот про богатырей не смотрели это все-таки детский фильм вам можно нет не смотрела но я слышала я я все собираюсь все собирается пока про собирается она уже пройдет так а вы сейчас что на каком курсе на первом на первом акции какая специальность прикладная эстетика сделал прикладная мне вот это нравится эти как прикладная хозяйстве где приложить ну вы же понимаете что сейчас чтобы что-либо сделать надо обязательно все это эстетически сделать даже обмануть надо это красиво так что прикладная что вы изучаете не все такое вообще я вообще честно я перестанет прикладная эстетика сейчас первый год у нас ну так как я что вас будет в дипломе написано наверное не признаю да знаете да прикладной стать специалист а как где работают прикладными работают но в основном салонах красоты на салонах красоты сделать вас красиво ну лично нос у вас не тот вот в этом-то и проблема вашего не успеха относительно вам надо нос изменить давайте вам но сейчас я вам как прикладную из 1 ст и прикладному эстету да ну нет это совсем немного нет друг чуть по-другому но в чем суть специально ну вообще я буду учиться много на что то есть я могу стать массажистом я могу работать в парикмахерских смогу да смогу работать парикмахерских я смогу работать тату-мастером вот я собственно учусь для этого я хотела бы стать тату-мастером татушки да вот то есть нет какой-то вот такой простого определения там многое направление пульта на многогранно да у вас физиков да и по нас физик чем ходите меня режиссер темы близки мы ст это и режиссер все просто или фильм снимай или телепередачи стояники или ставь пьесу какой-нибудь там да да как этот самый серебряников конечный результат понятен тюрьма так хорошо а у вас такого нет до четкого понимания понятно но чем как вы развлекаетесь то сейчас ждать действительно вообще я просто сама не из москвы я приехала поэтому я осваиваюсь можно сказать нет я имею ввиду чем вы хотели бы разливать да можно же не развлекаться вот-вот не хватает времени допустим вот борис сергеевич на река читается про мат по вечерам у него времени на это не хватает но если была свободная минутка он бы обязательно почитал а вы рисует она же я рисую да все свободное время вы занимаетесь нет ну так же я смотрю фильмы иногда показывает картинку пришла на урок это я нарисовал в метро пока стояла вот эту часть когда у меня наступили место я сидел вот так на ходу рисуют картинки правильный обошли не хорошо сказал картинки но рисунки да ну мне также нравится как и любой молодежи слушать музыку в свободное время сейчас сейчас просто какую музыку нравится тут опять все связано с азией вот опять вам прям нравится азиатская культура да ну и вообще наверно мне нравится их внешность просто азиатская внешность ну и культура естественно конец акунина читаете нет не знаете такого автора он тоже очень любит всякое восточное азиатского вроде одно время был какой специалист по кипу да 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 он я и пони она не пони я с коллеги да синолог нет просто это было бы интересно вам так он европеец который очень любит это все эту культуру любит да и любит все это описывать вписывать в книги в сюжет и это всегда у него присутствует поэтому это как бы вам было интересно почитайте борис акуин очень увлекательное чтение борис акуин это чикарцешвили да чикарцешвили да но это вот фондоринский цикл наверное вам больше всего понравится фондоринский цикл такой сыщик да это да приключение у которого слуга японец у которого слуга японец как раз и он сам где-то в японии было что-то мастер всяких единоборств и вот-вот-вот и заикается еще и заикаешь спасибо ваша я обязательно почитайте это вам понравится точно так хорошо и наш интервьюер сдулся есть какой вот надуватель интервьюер наш иссяк вопросами и но и вы пригласили человека в гости что вы спросите вот она ведь он знает что чего хочет отлично письме вот я знаю что я хочу борисовей приходи алла приходите к нам на съемки борисович я знаю чего я хочу и все ведь диалог да ну где ваши вопросы ваша простры сверен мой до свидетель и был ваш изначально а вот так вот острые вопросы что надо какие проблемы вас волнуют а ну вот то что вопрос да вы всегда я все последним спрашиваю вы потом когда станете большой как говорится выйти в большую жизнь вы бы с нами тут останется не за границу идете но ведь его на восток смотрите обычно все люди смотрят на запад до 10 смотреть на восток в конце концов упираешься в западный побережь сша в калифорнию не но тут на самом деле немножко другой случай если али нравится восток как место да как культура и эмиграция поэтому принципу это немножко ними это не побег из нашей страны это просто любовь и тяга какой-то культуре зараза души ну да по зову души поедете накалывать на так сказать китайской коже картинки они-то набивают татушке да это очень популярно в азии да 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 у них же все эти там дракона как сразу полтора миллиарда потенциальных клиентов вроде и душой нравится культуры тянется а вроде и есть поле действия большие да именно так какая вы хитрая какие вас общественные проблемы волнуют сейчас он на политику перевезет нет потепление допустим мирового климата вас беспокоит это проблема никитов мировым для никитов навального что вас больше беспокоит недопуск навального или истребление китов истребление китов я не люблю политику любите вообще мировую или только нашу не любите всю политику никакую полета футбол любите нет а каким видом спортом вообще спорт любите волейбол а вообще гимнастика выгиб на до художественной гимнастика и что вы занимаетесь или я занималась но я человек который не любит давление на меня начали давить чтобы я занималась как ну серьезным спортом а я занималась для души можно сказать анально да да то есть выставлять на соревнования да и я не потерпела давление и ушла вообще очень суровый мир вот у меня дочь занимается это суровый я как-то засмотр на эти они такие юные легкие прекрасные художественный гимнаст такие они там что-то прыгают что-то у них там летает такое это очень суровый мир мир футбола который там более жесток до пинки там всякие да да в принципе мягче чем мир художественной гимнастики вот такое у меня внешнее ощущение конечно внутрь не погружался очень сильно да но то что вот прямо это все эти растяжки это постоянно давление как правильно и вот биатлонистка у меня была одна студентка на биатлонистка очень такая была перспективная биатлонистка вот вот другие перспективные биатлонистки которые уже были там каких-то командах они этого не потерпели они какую-то травму устроили ну я нас это травму уже конечно не катишь из женский спорт суровая вещь конкуренция на конкуренция высокая в художестве вещах нет такой конкуренции да ну я я думаю конкуренция она есть везде мы рисуем на самом деле но конкуренция не такого рода смысле что вы нарисовали выставили картину на аукцион кто захотел тут купил да никто не придет не скажет штаты тут рисуешь лучше меня нет ну что критика как же не на критике не долго до кости моют они там вы что вы поймите вот ничего не внес нового в развитие живописи до одной из передачи ваша дочь сказала что вот блогеры ругают этого богатыря да не понимая простой вещи блогеры будут ругать и стену им у них работа ругать он не может выйти и сказать ребят закон жанра такой да то есть он выходит и ругает ему покажи идеальный фильм он скажет слушай это приказ я наслаждаюсь это фильм и сделай теперь обзор скажет такая гадость понимаете принцип такой вот как работа знаете как у вас вот мы вас показываем мы должны в конце сказать сделал такое лицо и сказать что нет совсем не так у нас нет как раз этого жанра мы показываем тоже интерес не очень умных очень умных продвинутых не продвинутый раз у нас же разные все разные правда все разно по моему очень симпатичные все разные все по-своему себя отношениях и не только внешне ну и значит спорт а что вы с волейболу почему вы сказали волейбол вы любите его смотреть играть в детстве я любила играть а сейчас мне нравится наблюдать смотреть и вот тут спорт в вашей жизни сегодня есть вот вы сейчас не занимаетесь так понимаю да и вообще никаким спортом не занимаетесь ну профессионально нет то есть я не хожу я не хожу ни на какие секции сейчас ну потому что времени действительно не хватает на дорогу зал плавание бег по утрам я за ним я делаю зарядку двумая разминаюсь я все еще все еще да конечно каждое утро ну не каждое утро но я все еще я все еще могу делать какие-то нас как у вас посмотреть кино и обсудить его самому самому я всю жизнь играю в футбол но я зарядку не могу себя заставить делать я делаю ее раз в две недели футбол вы для вас развлечения для нее гимнастика долгое время была ну в общем то в большой частью жизни до меня тоже футбол был долгое время большой частью моей жизни я занимался футболом очень много это нос собирались венаде команды мастеров да ну теоретически мог да я там надежды подавал я вообще хорошо играю про план такой был у меня в команду мастеров я поумнее был был бы плану я не было такого плана ну потому что я не был поумнее понимаете весь вопрос в моем интеллекте они в том как футбол играли не тут со мной посидеть дураконечно а так вот видите вот человек вот неправильность выбрал в жизни сделал я вам рассказывал про ложечку тогда напомню на ложечку ты из музея нет нет вот она напомню тем расскажу я расскажу уже всем вы же наверняка уже сорок раз всем рассказал я рассказывал всем расскажите да уже в эфире рассказал ну еще раз но это я имею ввиду как вот неправильно я поступил когда-то в жизни что вот не повторяйте мои ошибки здесь такой пушкинский музей гми имени пушкина были то нет не сходить обязательно сейчас вот от меня пойдете заезжать гми имени пушкина там есть египетский зал и там есть подлинный шедевр коллекции пушкинского музея так назовем туалетная ложечка это такая девушка изображается плывущая да она такая ложечка плывет она и держит руках как бы сказать цветок лотоса что я не очень понимаю в лотосах но говорят что с крышечкой а у них это туалетная ложечка для того чтобы там была краска которую они наносит вот себе тут глаза рисует ну все как положено ну вы понимаете как как эстет вы меня понимаете вот ну вот это такой там объект и вот я с ней знаком с этой ложечкой наверное года шестьдесят ну девятого может шестьдесят восьмого семидесятого как то так и вот она всегда лежал в в таком шкафу стеклянном на полке стеклянной же вот на таком уровне относительно лица я все разглядывал вот ну забыл конечно искушение снизу заглянуть она что-то плывет извините меня вот но я никогда этого не делал потому что я как ну воспитанный мальчик интеллигент я понимал что это как не то что вообще мне нужно в жизни вот и вот я ходил 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 сколько лет ходил-то я лет тридцать с лишним проходил на эту ложечку проглазел а тут у них выставка выставка посвященная артефактами египетским связанным с египетским богом бесом и такой бог у них бес вот не путать с нашим бесом который убежал беситься в лес они его так называют бес хотя пишется бес так вот этот самый бог у них он помогал против крокодилов львов и и против газелей газели могут вообще все посевы потоптать потому что это еще хуже чем львы и крокодилы вот не не лучше по крайней мере а также опасно вот и вот я сейчас вот а там она стояла вертикально вот так ложечкой и видно было что у нее вот на передней части вот бедер татуировка кстати по вашей части с изображением вот этого самого бога беса вот а если я тогда вот заглянул да вот за 30 лет до этого вся моя жизнь могла по-другому пойти я бы этого видел заинтересовался с кем-то поговорил спросил узнал я бы сейчас может вот не с вами тут в этой вот душной студии сидел да да не вот арапа заправлял да а я вообще где-нибудь вот такой вот сухой пустыни в широкополой шляпе рядом бы стоял такой запыленный джип а я бы как индиана джон с кисточкой разметал бы пыль с какого-нибудь артефакта такого знаете вот какой-то грааль какой-нибудь там да или что там еще там у них бывает артефакт это ну вот а так я вот с вами ведь вся жизнь моя на перекос пошла да так вот и его тоже пошла жизнь такой футбол бы играл я бы пылинки бы раздувал да вот не упустите сходите пушкинский музей посмотрите на эту ложечку обязательно да вот она там сейчас стоит да она правда не очень удобно стоит там изменили всю эту диспозицию пушкин вот этом египетском зале вот раньше она была после выставки ее поставили на такую подставочку и под ней было зеркало чтобы все могли видеть эту татуировку а сейчас напомню ну вы поглядите я тоже снизу не пытаюсь я заглядываю сейчас живот мешает да раньше тут как-то вот не совесть я же знаю что того и есть господи что я не видел с этой стороны вот вот такие дела алла сергеевна вот правильно сергеевна ну вот ну вот алла сергеевна приходите к нам учиться еще да на прикладного эстета научим вас будете разбираться в эстетике вот видите вот эстетично он сделал так вот повесил наушники прийти к нам будете разбираться в физике хотите быть эстетом приходите к нам и научим вас физике и математики спасибо вам большое и публике нас спасибо большое за внимание вот видите вот какие замечательные люди в нашей стране растут подрастающие поколения удачи вам всех вам благ пока да господа публика не забудьте нам денежку подкинуть очень мы в них нуждаемся пока спасибо большое да и не забудьте подписаться на нас отлайкать нас отрепостите вообще все что хотите делать с нами только деньги давай